Добрый вечер! И вот уже начался Новый год. И каждый год начинается с важнейшего периода, следующего по важности за Рошошана, за Днем Суда, период 10 дней раскаяния, которые оканчиваются Юмки-Пуром, Днем Искупления. И очень важно в эти дни усилиться в изучении Торы, не опускать планку в течение всего года. И мы продолжаем двигаться в ногу с недельными главами Торы. На этой неделе мы находимся в недельной главе ВЛХ. Вот прошли два дня праздника Рошошана, а за день до этого была суббота. И еще свежи впечатления. Все замечали, как много народу собирается в синагогах по субботам и праздникам. Между молящимися свободно ходят и даже скорее бегают дети. И новичку даже порой кажется, что они ведут себя слишком свободно, никого не стесняясь, подчас они даже мешают, и никто их не останавливает. Почему так происходит? Почему детей берут в синагогу, даже несмотря на то, что они мешают молиться родителям? Ответ на это находим в нашей недельной главе, в словах Маши Рабейна, обращенных к Ишуа Беннуну, своему ученику и преемнику, который будет переводить евреев через реку Иордан, завоевывать землю Израиля. Он говорит, что после прихода народа в святую землю, когда настанет срок приходить на праздник к месту, где будет стоять храм, и теперь цитата, соберите весь народ, мужчин, женщин и детей, чтобы они слушали и учились. То есть, надо собрать и детей. Но для чего? В Вавилонском Тормуде, в трактате Хайгия, поясняется, что детей приводят для того, чтобы те, кто приводят, могли получить награду за выполнение заповеди. Великий Раши, Рабейна Шлома Ицхаки, 11 век, там, комментируя слова Талмуда, спрашивают, что это за награда, если известно, что дети, мало что понимая в Торе, мешают занятиям и молитвам. И отвечают, оказывается, пусть они немного помешают родителям, но с детства привыкнут слушать слова Торы. Это будет большой наградой родителям, нежели их полная погруженность в речи Равина, который дает урок. И это уже сам по себе большой урок для нас. Но еще пару деталей. Там в трактате Хайгия, с которого мы взяли цитату, там про награду тех, кто приводит детей, приводится такой эпизод. История о Рабе Йоханне бен Брока и Рабе Лазара бен Хасма. Великих мудрецах, которые пришли навестить своего учителя, Рабе Йошуа. Сказал он им, что нового вы слушали в Бен Медраше. Ответили они, мы твои ученики и пьем твою воду. То есть у тебя Тору учим. Что ты нас спрашиваешь? И все-таки невозможно, что в Бен Медраше не было какого-то нового толкования Торы, говорит Рабе Шуа. Тогда они рассказали, что объяснил Рабе Лейзер бен Азария по поводу закона о собрании. Раз в семь лет царь собирает весь народ, читает слух книгу Дворим, и сказано у нас, в нашей недельной главе, еще раз, собери народ, мужчин и женщин и детей, чтобы они слушали и учились. Это наш отрывок, в нашей недельной главе. И спросил Рабе Лейзер бен Азария, чтобы, если мужчины приходят учиться, а женщины слушать, то зачем приходят дети? И Асам отвечает, чтобы дать награду тем, кто их приводит. Услышав это, сказал Рабе Ишуа, у вас был в руках такой бриллиант, а вы хотели его спрятать от меня? Так он оценил вопрос и ответ Рабе Лейзер бен Азария. И мы помним, что спрашивает Талмуд, если мужчины приходят учиться, женщины слушать, то зачем приходят дети? Они ведь только мешают, чтобы дать награду тем, кто их приводит. И спрашивает великий мудрец современности, уже там, Саба Искельма, какую награду, о какой отграде идет речь? И объясняет, что нет больше награды для родителей, чем воспитывать их детей в богобоязненности и любви к Торе. А такое потрясающее событие отпечатывается в нежных душах и приложит путь к их воспитанию. Его святые слова объясняются прямым текстом в самой Торе, в нашей недельной главе. Пусть их дети, которые еще не знают того, что знают родители, услышат, но учатся всегда бояться Бога Всесильного вашего. Ирам Банн из Форна объясняет, что речь здесь идет именно о маленьких детях. И также писал и святой автор комментарий Орахаем. Я даже процитирую. Здесь говорится именно о маленьких детях. Даже если они не пришли еще учиться, тем не менее, пусть услышат и научатся всегда бояться Бога Всесильного вашего. Это означает воспитывать детей, трепетать перед Всевышним. Ведь когда маленькие дети с детства приучаются к богобоязненности, то трепет перед Всевышним укоренится в них на всю жизнь. И насколько замечательны эти слова, какую великую основу и обязанность воспитания они представляют собой. А кто восхищался ими? Раби Ишуа, помните, у вас в руках был такой бремлянг, а вы хотели воспрятить от меня? И это восхищение не случайно. Сказано в Мишне Перкеавод, сказал его учитель Раби Йохан Бен Закай, Раби Ишуа, замечательный удел родившего его. Все его величие засчитывается заслугой его матери. Почему? Потому что с самого младенчества она ставила его в люльку в Бейт Мидраше, чтобы его уши постоянно слушали слова Торы и прилепился он к ним всей душой. Нам следует воспринять этот принцип на весь год. Мы и понятия не имеем, как влияет на душу ребенка величие дней трепета, праздников Сухот и Симхат Тора, весь этот огромный сбор впечатлений остающихся у детей навсегда, отрубление в Шапар, Коль Нидрэ, Нейла, Лулав, танцы вокруг Бимы и пляски со свитками Торы. Это верно. Дети могут мешать, отвлекать, не давать сосредоточиться. Но все это стоит того. Не только ради них самих, но и для родителей. Ведь мы помним дать награду тем, кто их приводит. Еще это существенно облегчит воспитание и положит путь к большой радости и счастью от детей, которые вырастут настоящими евреями. Известно, что Тора происходит от слов поучения, поучать, назидать. То есть, это не просто учение, которое нужно изучать для общего мировоззрения, как большинство философских трудов. Это учение, которое нужно применять в жизни. В нем сформулированы законы еврейской жизни, нормы поведения. И поэтому оно должно стать прикладным учением, а не оставаться теоретическим. И тут, совсем в коротеньком отрывке из Торы, в комментарии Раши, основанной на Талмуде, мы учим глубокие вещи, касающиеся воспитания детей. И воспитание детей, это один из главнейших аспектов нашей жизни. И понятно, Тора в целом письменное и устное воспитанию детей уделяет огромное внимание. Бог, если кому-то легче понять другие имена, можно сказать, высший разум, например, ну, Всевышний, показывает нам, как правильно вести себя, чтобы быть носителями идей и функций, связанных с ним. И как правильно поступать, чтобы такими вырастить последующее поколение. Еврей может и должен заниматься разными делами, которые позволяют ему содержать семью, давать образование детям, и чем лучше, тем лучше. Это важнейшая функция любого мужчины. Но для еврейского мужчины она не основная. Она остается второстепенной. И главная функция еврея быть евреем, осуществлять партнерство с Богом по приведению этого мира к определенной цели. И не будем сейчас сдаваться в подробности в какой, и привести весь мир к целетворению. Это хорошая цель, но в полноте своей нужно ставить Богу. А для нас в первую очередь речь идет о том, чтобы мы шли, цели шел каждый из нас, наша семья, наши дети. И это не нужно Богу, это нужно нам, каждому отдельному еврею. От выполнения этой своей функции быть партнером Бога зависит наша близость к Богу. А от этого в результате зависит качество нашей жизни в этом краткосрочном мире и награда, конечно, в бесконечном мире награды. И поэтому так важно нам самим соответствовать этой миссии. И очень важно сделать так, чтобы наши дети стали такими. Не инженерами, не программистами, не юристами и врачами. Нам важно, чтобы дети стали счастливыми. А для этого они должны стать евреями. И не только быть по рождению еврейской мамы, а по духу, по близости к Богу. Ведь счастье в гармонии, в целости, в цельности. На иврите это шлемут, а это часто переводят как совершенство. И это все имена, то есть проявления Бога в этом мире. Счастье в этом, в близости к Богу. И когда мы делаем наших детей похожими на детей других народов, которые нас окружают, мы лишаем их главной привилегии, близости к Богу, которая обладает только наш народ. А ведь именно это мы делаем, когда отправляем наших детей учиться в украинские, немецкие, американские школы. Ведь там в них нашим детям прибывают другие ценности, другую культуру. Там в них убивают еврейское. Не специально, по ходу дела, даже просто в общении с другими детьми. И вместо того, чтобы быть по духу на 100% евреям, они становятся евреями на 70%, а то может быть и на 30%. Как кому повезет. Кто как сохранит дома это еврейское в своем ребенке. А дальше высшее образование, и там такой ребенок будет только продолжать терять, а никак не постанавливать потерянное ранее. Так к чему мы ведем своих детей? Поэтому не только нужно брать детей в синагогу, и не только на праздники. Их нужно отдавать еврейские школы с глубоким изучением Торы, а после 13 лет в Ешивы. И главным в образовании и воспитании детей должно стать установление близкой связи с Богом. И сейчас, в несколько дней до Дня Искупления, когда мы можем и должны использовать почти уже последние шансы получить хорошее решение в своей судьбе на этот год, давайте примем правильное решение, изменим свою жизнь и жизнь своих детей к лучшему. Я желаю всем брахавы от слаха, хорошего и сладкого Нового года и уже гмар хатиматова. Остаемся и дальше в поисках смысла.